Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист Советского Союза, прославленный танцовщик и хореограф Владимир Васильев. Владимир Ильич, здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами очень хорошая тема для разговора, солнечная. 95 лет назад, 12 февраля 1923 года, во Флоренции родился мальчик, которого назвали Джанфрак Корси. Спустя несколько десятилетий весь мир узнал его как Франко Дзефирелли. И вот с этим именем и у вас связаны, может быть, самые счастливые моменты творчества в Италии. Я знаю, что вы общаетесь. Сегодня 95 лет, его день рождения. Давайте чуть-чуть поговорим об этом человеке и о том, какие творческие вещи он пробудил, он заставил сделать. И в этом не было, конечно, никакого принуждения, а было сотворчество. Ну, прежде всего, мы с вами должны поздравить, конечно, Франка Дзефирелли и пожелать ему еще долгих... Ну, что значит долгих лет? Ну, во всяком случае, при нашей жизни, чтобы он неоднократно еще возникал, как тема для наших передач. Но вы правы, я сейчас думаю, так действительно... Вот с именем Франка Дзефирелли у меня вот теперь как-то так неразрывно. Если мне скажут, что это синоним культуры, театральной культуры, музыкальной культуры итальянской, у меня сразу один будет из первых, это будет именно Франка Дзефирелли. Дзефирелли, видите, ветерок. Я один раз тоже спросил, почему так Дзефирелли? Я маленький, я был такой все время, как ветерок. Вот меня так называли ветерок. Ну, потом это вот приелось и вот стало вот моим таким псевдонимом, который знает, естественно, во всем мире теперь. Но самое интересное, что мне кажется, что за границей даже Франк Дзефирелли все-таки в большей степени такой представитель одного из самых талантливых режиссеров. В Италию приехали совсем молодым человеком, с Екатериной Максимовой. Это было связано, конечно, с Большим театром, я так понимаю. Нет, нет, нет. Вот самое интересное, что, во-первых, как по-вашему, 28 лет? Это молодой или старой? Ну, в вашем случае вы уже были очень молодой, как и сейчас. Ну, видите, да, но уже 10 лет. Но очень известный, да. Да. И вот первый раз, я помню, в 1968 году, мы приехали танцевать спектакль в Римской опере. И мы танцевали Жизель там с Екатериной Максимовой. И вот с тех пор Италия, и особенно Рим, конечно, как квинтэссенция всего того, что вот есть в нашей любви к Италии. Как любовь с первого взгляда. Да, и вот оно так осталось на всю жизнь. И каждый раз, когда мы приезжаем туда, приезжали. Туда для нас это была огромная радость. И чуть позже только уже, вот когда... Это случайно, кстати, произошло. Мы бы с вами сейчас, может быть, не говорили на эту тему вообще. Или я не имел бы права говорить. Если бы ни одно странное такое обстоятельство, где-то, не помню, то ли где-то году, может быть, в 81-м, мы танцевали в Вене с Катей. Дон Кихот. Постановка была Нурива. И раздался звонок, и наша приятельница, такая леди Сен-Джаст, мэричка, как ее называл Франко Зефирелли. И вот будет звонить вам из Чиничита, это детали из киностудии, да. И они хотели пригласить вас. Я вас умоляю, только не отказывайте. Потому что меня Франко спросил, говорит, ну, мэричка, слушай, скажи, пожалуйста, вот мне там нужен один эпизод, понимаешь, сама... Ну, так как все у меня... Для травиаток. Он тогда травиаток снимал. Он снимал травиаток, да. И нужно такие какие-то хорошие танцовщики, понимаешь, ну, самый лучший... Она говорит, Франко, ну, ты что, дурак, что ли, ну, какие... Конечно, ну, бери, вот Катя Володя, они потрясающие совершенно станцуют тебе, и все. И вот не отказывайте. Вот когда позвонили, действительно, вечером позвонили нам из Чиничита, и один из, значит, помощников Франко сказал, вот так и так снимается у нас фильм, и маэстро Десверелли, значит, вот хотел бы пригласить вас. И, ну, да, вы можете не давать, просто это нужно уже быстро решать, потому что съемки вот-вот начинаются. Я говорю, Катя, я говорю, Катюша, а что там делать-то? А ведь я очень хорошо помню в нашей постановке травиаты, ну, да, люди из мемасы или кто-то так из балетных не очень хороших, что-то такое подтанцовочки там были такие, там испанский танец, на балу у Флоры. Да, Флора Бебуа, по-моему, как-то так из-за того. Да, да, да. Вот и она говорит, ты что? Это же такое счастье поработать с таким режиссером. Ну, даже пусть вот такая вот маленькая какая-нибудь фитюлька и все. Это же возможность встречи и разговоров. С режиссером Ромео Джульетте. Да, режиссером. И, говорю, ну, хорошо. И, короче говоря, вот мы приехали. И вот первый раз, когда мы приехали туда и попали, мы сразу, значит, познакомились. Мне понравился сразу этот человек, потому что внешне это не было ничего показушного, ничего моментально. Все время какая-то озабоченность то одним, то другим, то третьим. Кто-то звонит постоянно. И вот, я помню, мы приходим на сценическую площадку на следующий день, и я буквально открываю рот, потому что это такие были декорации феноменальные. Ковер огромнейший, потрясающий совершенно, причем он чувствуется, что он ворс толстый, у него это золото, зеркала, люстры и все. Но все это в каком-то абсолютно органичном сочетании. Это не просто так, что одно бросается в глаза, блестит, сверкает ярко, что-то, короче говоря. Идеальный вкус, да? Стиль, вкус. Это именно гармония, вот эта органика этого пространства. Я говорю, кто это сделал? Он говорит, ну как только, ну это и... Я говорю, это вы сами все это... Так у него же у самого внешность римского Патриция красавец. Ну да, может быть. Так и в фильме тоже, Тереза Стратос, если я не путаю, и Плассида Доминго точно. Да, да, да. Вот эта сцена на балу. Ведь она может быть, этот танцевальный эпизодик, крошечный и действительно незаметный. Но там испанский танец, да? Да, да, да. Который вы сделали, ну это же просто фейерверк. Да, причем я не с самого начала ее не сделал. Просто когда показали, то с этим тоже странная такая история. Потому что буквально мне показали то, что я должен вроде бы танцевать. Хореограф сделал, не буду называть его имя. Вот. Но я сказал, что нет, я простить тебя не буду. И на следующий день я пришел к Франку и сказал, Франка, мы уже говорили, естественно, на ты, Володя, как, Франка. Я говорю, Франка, я не смогу это. Что такое случилось? Я говорю, неинтересно. Бедноватые эти движения. Нет, ну что это? Слушай, о чем речь? Делай, что хочешь. Вы уже знаете его все. Приезжайте ко мне на мою виллу, значит, Позитана. Позитана. Мы поехали, да, Травилла. Рядом Соренто. Рядом Соренто, да. Чудесный городок Позитана, где потом пройдут годы, я там буду два раза получать премию еще какую-то очередную итальянскую. Но не в этом дело. А вот тогда, я помню, мы пришли, мы спрашивали, нас вез шофер, которого послали. А мы спрашивали, где это, да, это называется Травилла, потому что три здания маленьких. Вилла Травилла, да, Позитана. И вот там, значит, маэстро Зефирели. Конечно, вот все Позитана, все продавцы, все магазины, все знали, кто такой Франка, нам сразу показали, как ехать. Мы приехали туда, и все. Это чудесный был уголочек, потрясающий совершенно. И светило солнце, было тепло, ярко, мы стали купаться, что-то такое там. Вода была холоднющая еще, то есть апрель, я не помню, что-то такое было. И вдруг медузы эти пошли в меня, так я кричал сразу, медуза, медуза, медуза. А они смеются, говорят, смотри, по-итальянски. Говорят, что не знают по-итальянски. Медузы-горгоны. Да, и тогда как раз мы были в этой комнате, в которой Франк говорил, вот здесь как раз Снежинский был, вот здесь смотрели, вот это вот, то, что потом. О, вот, было огромное количество людей. Вот на следующее воскресенье уже, когда мы опять приехали, я его спросил тогда, мы уже стали довольно так близки в своем общении. И я спросил, я говорю, Франк, а почему у вас всегда так много людей? Такой цыганский табор. При том, что там не были, там не было Терезы, там не было Пласида, там были люди из массовки. Огромное количество людей. И он тогда так сказал, говорит, да слушай, я же не могу вообще без людей. Я просто не могу, я заболеваю. Мне необходимо это общение. Говорю, ну каждый день же, я говорю, каждый день вы все время среди людей. Я, например, говорю, я наоборот в эти дни стараюсь куда-то уйти так, чтобы никого не было. А я не могу, я ненавижу одиночество. Одиночество. Какое интересное. И я понял, что это влияние как раз детских лет. Он был всегда обделен, очевидно, просто вот как... А потом уж, когда мы прочитали его автобиографию, написанную им, и, кстати, мне понравилось, как он пишет. Обо всем абсолютно интереснее. Но это... Там нет ни капли какой-то грязи. Вот что поразительное. 95 лет. Вы были... Он живет в Риме. Знаменитая вот эта дорога Апиевская. Виапе, да. Виапе, да. А вы были там вот в этом месте? Да, несколько раз. У него там, можно сказать, как маленькое такое поместье. Но там огромные, конечно, все участки. И он снимал. Я думал, что он вот купил. Но мне потом сказал, что нет, я это снимаю уже вот 35 лет или что-то. Безумно красивое место. Потрясающее совершенно. И дом. Вот такой дом, какие у нас только бывают вот в старых домах. Вот в старых интеллигентных домах. Но ощущение удивительной совершенно какой-то вот опять гармонии красоты. И вот это меня вот до сих пор, я думаю, чем он отличается от всех других? Это человек, который не может обходиться без присутствия каких-то деталей очень красивых, с его точки зрения. Но, оказалось, и с моей тоже самое. Это все безумно элегантно. И ведь тут речь не о золоте бриллиантов. Нет, 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 конечно нет. Тут тонкая материя. Огромное количество собак, которых он обожает. Хочу спросить вот что. Понятно, что в гости к Франко не напросишься. Ну, как-то неудобно, знаете, без приглашения. Но есть ли место, может быть, в Риме или во Флоренции, куда мы сможем приехать, и помимо его фильмов и замечательных, сейчас в интернете все это есть, музыкальных спектаклей. Вы вместе работали еще и на Доиды. Изумительные совершенно были у вас вещи совместные. Вот просто познакомиться с его прижизненным наследием. Вот буквально на днях, я только что узнал, я как раз думал, почему же нет все-таки такого центра. Мне сказали, сейчас есть центр во Флоренции, потрясающийся центр Франко Дзефирелли, в котором им удалось как-то соединить, собрать. Очень многое было дано из дома Франко вещей. Но там есть пространство, в котором люди теперь могут заниматься творчеством. Флоренция благословенный, конечно, город для искусства. И если там Лоренцо великолепный, Медичи, то сейчас мы, сегодня день рождения, смело можем сказать, и Франко Дзефирелли великолепный. Франко великолепный. Для нас, да, для меня, да, это имя очень много значит. И я рад, что просто судьба так вот все-таки связала на какое-то время, и мы вместе работали. Я думаю, что для вас особый трепет будет выйти на сцену 2 марта, когда будет оперный бал Елены Образцовой, посвященный дню рождения Франко Дзефирелли вместе с Фаней Ордан. Да, я надеюсь, что этот вечер будет замечательным. Хотя бы уже даже потому, что весь он задуман именно Франко Дзефирелли. Как он бы хотел видеть. Это гала-концерт. Но гала-концерт человека, который будет представлен, конечно, как живописец, потому что у него замечательные совершенно эскизы, театральный художник, режиссер. И причем в разных совершенно ипостасях. У него и драма, и балет все-таки, и кино, и опера. Здесь огромный можно делать вечер. Для меня очень важно, что это именно делается вот в фонде Елены Образцовой, потому что Франко, для Франко, Лена была одна из самых-самых удивительных певиц в его жизни. Мне бы хотелось, чтобы это была вот такая память о Франко и о тех людях, с которыми он работал, с которых он любил. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо. Владимир Васильевич сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова